В Украине 20.00 вы смотрите подробности в студии Роман Кадемин. Вот главные темы выпуска. В Украине 20.00 вы смотрите подробности в студии Роман Кадемин. В Украине 20.00 вы смотрите подробности в студии Роман Кадемин. Мама Димы до сих пор не может поверить, что ее сына больше нет. Еще вчера днем Ирина разговаривала с ним в реанимации. Парня привезли в больницу прямо из школы. Он едва мог передвигаться и терял сознание. Перед смертью успела рассказать. Его избили. Ребенок побитый. У него оба распухшие. И мне сказал, мама, у меня был старший классник. Ударил голову в висок. И ударил вот сюда. У ребенка случилось кровоизвинение в школе на уроках. Это произошло на перемене. Дима пошел в туалет, но оттуда уже не вернулся. Вот его одноклассники. Как один говорят, Диме стало плохо, он упал и ударился головой. Тех, кто пытается рассказать больше, тотчас обрывает классный руководитель. Директор школы уверяет, опросили всех учеников и педагогов. Факт избиения парня не подтвердился, а свидетелей нет. Уже после уроков мы еще раз пообщались с одноклассниками Димы. Со слов мальчишек, парня нашел на ступеньках ученик девятого класса. Уже тогда Дима не мог связно говорить, плакал и хромал на левую ногу. Убийство или несчастный случай уже выясняют следователи. В местном райотделе милиция открыли уголовное производство. Пока по статье «Умышленное убийство». В ближайшие дни судмедэксперт должен дать заключение, есть ли на теле Димы следы ударов. Но мама и без этого верит последним словам сына и просит скорее найти убийцу. Алена Завора, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасская область. И еще одно избиение школьника в селе Черный поток Черновицкой области. Там девятиклассник напал на ученика шестого класса. Это произошло на уроке физкультуры, когда учителю вышел из спортзала. Двенадцатилетний Вадим сделал замечание старшекласснику. Тот пустил ход кулаки. В результате у Вадима невротический шок, ушибы головы и ссадины. Родные утверждают, старшеклассник издевался над Вадимом регулярно. Однажды даже исколол руки циркулем. Но тогда родители двух школьников уладили конфликт между собой. Сейчас расследованием школьной драки занялась уже милиция. Сами же дети ее описывают так. Скандалы вокруг насилия в школе то и дело вспыхивают в разных регионах Украины. Психологи и исследователи говорят, такие случаи крайне редко получают огласку. Лишь когда ребенка уже нет в живых или у него сильные увечья. О самых нашумевших школьных историях за последние три года. О том, насколько жестокими могут быть дети. В сюжете Кирилла Евсеева. Выяснение отношений в школе нередкий случай. Издевательство становится все изощреннее. Но вот родители об этом узнают не всегда. Стоп, стоп, стоп! В прошлом году скандал, что называется, всколыхнул Запорожье. В школе-интернате вечером после отбоя в комнату к 12-летнему подростку зашли старшие ребята. Стали намекать о местной традиции. Мол, новички должны вступать с ними в половую связь. Потушили свет и набросились на жертву. Спустя несколько дней в школу пришел разбираться отец. Его психологическое состояние. Какое было после этого. Как он спал, как он ел и все остальное. Никого не насилует, никакой такой традиции нет. Директор все назвал глупой шуткой. Но двоих зачинщиков из школы все же исключили. 2011-й село Лиман в Одесской области. Диме было всего 10. Мальчик пришел со школы, покормил голубей и повесился на чердаке. Как выяснили следователи, над ребенком регулярно издевались в школе. В том, что произошло, есть вина и родителей, и учителей, которые не обращали внимания на ребенка. Так после расследования скажут в милиции. А вот Настя из Одесской области не молчала. Около часа ее избивали друзья в городском парке. Жгли волосы и одежду. Они отвлеклись, я вскочила и бросилась бежать к свету, по светлой улице. Я выбежала на улицу, бежала в сторону дома, кричала, во все горло кричала. Учителей девушки задержали. Организатор избиения «Лучшая подруга». Говорит, разозлилась, что Настя грубо о ней отозвалась. Психологи говорят, в каждом классе существует своеобразная иерархия. Всегда есть ученики, над которыми издеваются. Жаловаться они боятся. За донос ребенок может получить двойное наказание от сверстников. Там совершенно стайный принцип. То есть есть некий вожак, застрельщик, организатор травли и давления на жертву. Но есть и остальные. Функция всех остальных – поддерживать, подначивать, подсмеиваться. Нужно не просто говорить гадкие слова, или толкать, или бить жертву. Нужно, чтобы это видели еще все остальные дети. Тогда они признают, чтобы учитель более крут. Если скандал получает огласку, родители и учителя делают все, чтобы его замять. Зачем детям и школе плохая история? Кирилл Ивсеев, Ирина Исупова. Подробности – телеканал «Интер». Оппозиция предлагает на следующей пленарной неделе проголосовать за возвращение к парламентско-президентской форме правления. Такое решение, как заявил лидер Батьковщины Арсений Яценюк, было принято после его вчерашней встречи с Юлей Тимошенко в Харьковской больнице Укрзалезницы. При этом он не уточнил, какими будут дальнейшие действия меньшинства в случае провального голосования. Напомню, большинство настаивает на соблюдении конституционной процедуры и голосовании за изменения в две сессии. В оппозиции же на возвращение к варианту 2004 года за один раз. Арсений Яценюк также сказал об условиях, на которых представители оппозиции могут войти в правительство. Мы не принимаем посаду премьер-министра, мы принимаем всю полноту ответственности за стан справа в Украине, а это означает формирование всего склада Кабинета Министров Украины. Тем временем в партии регионов уже заявили, за оппозиционного кандидата в премьера голосовать не будут. Такую позицию на официальном сайте партии регионов высказал народный депутат Олег Царев. Также он обозначил главные требования, которым должен соответствовать глава правительства. В первую очередь это сильный менеджер, который будет воспринят партнерами Украины и на Западе, и на Востоке. Сегодня активно обсуждается вопрос переформатирования Кабинета Министров. А главное, кто может сегодня возглавить Кабмин. Первое, мы не будем поддерживать кандидатуру от оппозиции. Мы считаем, что есть два варианта по премьер-министру. Это либо член команды, либо человек, разделяющий нашу программу. Фракция партии регионов будет обращаться к президенту Украины, чтобы он поддержал наши решения. В некоторых городах Украины сегодня прошли митинги. Во время обеденных перерывов на центральной улице и площади вышли работники предприятий, студенты и пенсионеры. Это были мирные акции в поддержку европейского курса. В Ивано-Франковске на площадь передублгосадминистрации вышли студенты и пенсионеры, несмотря на проливной дождь. Приехали даже из сельских районов. Страйк! Страйк! Я пришла на страйк! Я задоставилась и уродил! Акцию протеста объявили мирной и молчаливой, но закончилась она песнями. Мы не можем спокойно спостерегать, для того мы вышли на этот страйк, чтобы нас почула влада, чтобы она не была глухой, нема. Здесь же и сотрудники частных фирм. С разумением все прошло. Где-то, блядь девятых человек. На 12-ю годину мы запросили судей на ВИЧ. И тут на ВИЧ зараз мы обменяемся думками. В Ужгороде выразить поддержку евроинтеграции вышли 250 работников швейной фабрики. Хочем, чтобы наши дети были счастливы. И жили в красивой, прекрасной Украине. В Хмельницком почти 500 местных майдановцев организовали импровизированные вещи на центральной площади. Длилось оно недолго. В основном обсуждали новости в стране. И последнее решение местной прокуратуры. Разобрать баррикады перед обл. администрацией до 17 февраля. Хай областная администрация працюет, хай принимает бюджет, хай выполняет функциональные обязательства. А во Львове под стенами мэрии собралось несколько тысяч человек. Я стройкую для того, чтобы была установлена державность, судочинство, вертикаль, взволосованность вертикали и влады. На площади все вместе пели гимн Украины. Активисты перекрыли дорогу трамваем, водители и пассажиров призывали поддержать акцию. Но не все люди спешили покидать рабочие места. Мы, в принципе, ездили тоже на митинг до Киева, но завжди не можем. Все-таки работа тоже есть работа. Антоний Чепуренко, Кристина Гошенко, Ольга Выхованская, Марина Коваль. Подробности телеканал Интер. Финансовую помощь от Международного валютного фонда Украина получит, если начнет проводить реформы. Это главное и не важно, будут ли выборы досрочными или очередными. Об этом сегодня заявил Штефан Фюля, комиссар Евросоюза по вопросам расширения европейской политики соседства. Также Фюля отметил, соглашение об ассоциации могло бы обеспечить дополнительную платформу для внедрения реформ и усиления помощи. Мы говорим не о досрочных или очередных выборах, мы говорим, и я хотел бы это подчеркнуть, о надлежащих условиях для проведения следующих выборов, президентских, парламентских или местных. Украинцы пусть сами решают, будут они досрочными или нет. Мы готовы усилить наши старания вместе с международными партнерами, чтобы помочь Украине найти выход из тяжелейшей экономической ситуации. Со Штефаном Фюля сегодня снова встретился Виктор Янукович, президент и еврокомиссар продолжили обсуждение вопросов урегулирования политического кризиса в Украине. И сегодня же Виктор Янукович дал эксклюзивное интервью известному журналисту Виталию Коротичу. Говорили о том, что и власти, и оппозиции нужно суметь договориться. Президент поблагодарил всех, кто в сложной ситуации сдержал эмоции и сказал, что главное сейчас заботиться об Украине. Мы должны защитить нашу страну. Вот про это мы должны думать. Нам нужно защитить то, что есть. И научиться договориться. Я не хочу воювать. Я хочу защитить страну. Восстановить стабильный развитие. Это моя мета. И все, что мы сегодня делаем, мы делаем ради того, чтобы в Украине становился мир. Сегодня есть перемирие. Это первый крок. Наступный это мир. Мы знаем, что за нами Украина. И это перед всеми. Полную версию интервью смотрите завтра после программы подробностей в 20.40. На ковер в украинский МИД вызвали российского дипломата Андрея Воробьева. Украинскую сторону возмутили его высказывания о федерализации Украины. Официальный Киев считает недопустимым тот факт, что во время круглого стола российский дипломат поставил под сомнение государственный строй Украины. Вот что он тогда сказал. Вне зависимости от политических желаний страна развивается в направлении федерации. Будет ли это формально закреплено в конституции или нет. Или она формально продолжит оставаться унитарным государством с точки зрения конституционных основ. Но формально она, вернее неформально она уже является федерацией. После визита в МИД и продолжительной беседы Андрей Воробьев признал некорректность своих высказываний. Один из лидеров автомайдана Дмитрий Булатов закончил лечение в Литве и отправился в Германию. Визит личный. Булатов планирует навестить своих бабушку и дедушку. Кстати, по информации немецкой прессы, в городе Хаген на западе страны живут и родители Булатова. Он сам ранее заявлял о желании переехать к ним. Лидер автомайдана поблагодарил врачей вильнюсской больницы за помощь. Напомню, в столице Литвы Булатов проходил лечение. Его доставили в Вильнюс в ночь на 3 февраля, через несколько дней после того, как он нашелся в селе под Киевом. По словам Булатова, неизвестные похитили его 23 января. Поезда Hyundai снова остановились, причем все 10. Сегодня их производители извинились перед украинцами за неудобства и пообещали отремонтировать составы за свой счет. Из-за чего же на этот раз Интерсити вышли из строя, узнавала Ирина Романова. Забронировать билет на Интерсити Киев-Донецк нельзя уже второй день. Вместо скоростного Hyundai сайт Укрзалезнити предлагает места в обычном пассажирском поезде. Нет билетов и в кассе. Люди в шоке, потому что все это было неожиданно даже для нас. Просто так взять скоропостижно, убрать состав и не предупредить никого ни о чем. Лишь вчера вечером на сайте Укрзалезнити появилось сообщение. Эксплуатацию корейских составов приостановили из-за неисправности. А сегодня руководство ведомства уточнило. Во время тех осмотров в поездах обнаружили трещины. Это связано с кузовом и с несущей конструкцией кузова. Имеются трещины, имеются те неисправности, которые по нашим нормативам, по украинским нормативам, они заставляют нас приостановить движение поездов. Как долго скоростные поезда простоят в депо, ведомстве сказать не могут. Уверяют лишь, что уже завтра в Киеве Сеула приедет специальная комиссия. Вместе с украинцами искать причину поломок. Пока у корейцев только извинения. Я хотел бы извиниться за возникшие неудобства. Мы обнаружили в составах небольшие дефекты и вынуждены приостановить их эксплуатацию. Главное – безопасность пассажиров. Это уже не первая поломки Хюндаев, которые оперативно закупили накануне Евро-2012. Той же зимой, как только ударили морозы и выпал снег, они начали массово выходить из строя. Картина, когда сломанный корейский состав тащат к вокзалу украинский локомотив, стала в то время обычным явлением. Но если тогда в ремонт отдавали 1-2 состава, то теперь все 10. У Казари-Зныти призывают не паниковать. Обещают всех, кто купил билеты заранее, поездами обеспечить. Отправляться дополнительные составы будут по прежнему расписанию. Вместо Интерсити из Донецка в Киев сегодня пришел обычный пассажирский поезд. Да еще с опозданием почти на целый час. Для Сергея задержка изменения облика поезда нового поколения стала неприятной неожиданностью. На вокзал пришел и стало неожиданно. А когда уже возмещаться? Когда ехать надо? Похожий состав, старый локомотив и три вагона прибыл сегодня вместо Интерсити и в Донецк. Мы ехали в плацкартном вагоне и мы опоздали, по-моему, на полчаса. Правда, пассажиров обоих поездов сразу же пригласили в кассу. Получить разницу в стоимости проезда. Но и тут сюрприз. Не могут возвратить компенсацию, еще нет перерасчета. Вокзалезницы уверяют, деньги отдадут всем. Если пассажир не отказывается от поездки, человек может сдать билет и получить деньги в полном объеме, без каких-либо удержаний. Из 50 пассажиров Интерсити Львов-Киев от проезда в обычном поезде отказались две трети. Остальным пообещали, разницу в цене компенсируют уже в Киеве. Если, например, кошка на Хондай-Куток где-то 250 гривен, то на купальнику такой плоскарный 120-130 гривен. Но все кошки им поверяют в Киеве. Компенсацию на столичном вокзале многие сегодня так и не дождались. Некоторые, узнав, сколько хлофот предстоит, приняли кардинальное решение. Сдаем билеты и улетаем на самолетах. Ирина Романова, Ирина Исаченко, Кристина Гошенко, Игорь Антонюк. Подробности Телеканал Интер. Налогов станет меньше. Министерство доходов и сборов планирует сократить их количество с 22 до 14. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Клименко. С двумя уже определились. Отменить планируют сбор за перворегистрацию автомобиля и за парковку транспортных средств. Какие еще налоги попадут под сокращение, миндоходов назовет в ближайшее время. А вот акцизный налог, НДС и налог на прибыль точно останутся. В министерстве обещают, повышать налоги не будут. Казахстан лихорадит. Там продолжает обесцениваться национальная валюта. Правительство отказалось поддерживать курс Тенге за счет золотовалютных резервов страны. Что заставило власти бывшей Советской Республики резко обесценить свою валюту. И как на это отреагировал казахский рынок, рассказывает Геннадий Бифденко. Главный банкер Казахстана объясняет, девальвация Тенге, национальной валюты, мера вынужденная. Второй месяц подряд резервы Нацбанка теряют более 2 миллиардов долларов на поддержку курса. Больше ждать нельзя. Сейчас в резерве свыше 20 миллиардов долларов. А февраль наиболее удачный момент для девальвации. Экспортеры сейчас продают свою валютную выручку, значит курсовая встряска пройдет мягче. Второй волны снижения курса не будет. Теперь казахстанский Нацбанк начнет разбираться с обменниками, которые слишком завысили курс продажи доллара. Девальвация на 20% прошла молниеносно. Глава Нацбанка уверял даже, что сам о ней ничего не знал. Страна поражена той секретностью, с которой прошел обвал курса. Два дня назад Килимбетов говорит, что у нас все спокойно, все ровно. Не будет никаких финансовых движений, крахов и тому подобное. И на этом фоне такое совершается. Вы знаете, население Казахстана оказалось просто в шоке. Оказалось не готово. Страны-партнеры по таможенному союзу, Беларусь и Россия уже провели нечто подобное. Казахстанские товары становились все менее и менее конкурентоспособными на собственном рынке. Вместе с тем встряска ощутима. Вот как, например, отреагировала одна из местных компаний по продаже электроники. Мол, мы тоже в шоке. Цены на жилье и авто подскочили на 20%. Казахстан зависим от поставок легкой промышленности и ряда продовольственных товаров. В Акимате, то есть мэрии Алма-Аты, готовят так называемые мобильные группы, которые будут патрулировать магазины, следить за ценниками на продукты и медикаменты. Некоторые магазины начали закрываться. Некоторые начали срочно менять ценники, повышать ценник. Этим моментом спекулянты хотят сейчас воспользоваться. Вместе с тем глава Натбанка отметил, он рад, что наряду с жалобами у граждан есть и чувство юмора. Ему понравились свежие анекдоты о себе и постеры-демотиваторы. Судя по его словам, Кайрату Калимбекову особенно по сердцу сравнение его с финансовым спекулянтом в киноисполнении Леонардо Ди Каприо. Надпись гласит «Волк из Натбанка». Геннадий Вивденко, Айгерим Абдебек, Айркей Ермек, Бауружан Кожаканов. Подробности телеканал Интер. Это только первая часть программы. Смотрите далее. В Бельгии хотят узаконить детскую эвтаназию. Гуманно ли это? 80 лет с момента крушения корабля «Челюскин». Угроза гибели и невероятное спасение. Неужели Олимпиада для него закончена? Евгений Плющенко не выступит в индивидуальных соревнованиях. К 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко размер Шевченковской премии будет увеличен вдвое и составит 520 тысяч гривен. А к юбилею Кобзаря состоится множество масштабных мероприятий. Об этом шла речь на заседании Координационного совета по вопросам подготовки к празднованию юбилея Великого Кобзаря. Президент Украины на собрании выступил с инициативой провозгласить 9 марта, день рождения Тараса Шевченко, днем национального примирения. Участники заседания эту инициативу поддержали. Прошел в тот час, когда мы должны посмотреть, прежде всего, на нашей земле один одному в очи и сказать, про что мы мечтаем. Если сегодня перемирие, то за перемирием должен быть мир. Если мы будем говорить о перебудовании нашей страны, то за этим должен улучшиться жизнь наших людей. Если мы говорим про единство, то мы прекращаем разбор между регионами. Никто не понимает, что мы так разные, что Схид не понимает Захид, а Північ – Південь – это абсурд. Потому что Тарас Шевченко понимал всех и понимал их и за межами. Это человек, который действительно был отдан идее общественного и общественного братства. К 200-летию Великого Кабзаря телеканал «Интер» готовит специальный проект – документальный фильм «Шевченко. 200 лет одиночества». Работа над сценарием картины продолжалась более года. Авторы фильма ищут ответы на вопросы, почему из всех талантливых и фастных брюло помог выкупить именно Шевченко. Почему Тарас Григорьевич бросил карьеру художника, а также хотел ли поэт такой славы, которую он получил при жизни и после смерти. И о чем он мечтал в последние годы своей жизни. Ответы на эти вопросы, которые прозвучат в фильме, наверняка серьезно изменят наше представление о Тарасе Шевченко. Некоторые гипотезы можно назвать сенсационными. Этот фильм телеканал «Интер» покажет 9 марта, в день рождения Кабзаря. Один из сильнейших в истории ураганов пережила за минувшие сутки Великобритания. Есть жертвы. Мужчина погиб, пытаясь распутать электропровода в ветвях упавшего дерева. Из-за шквальных ветров и ливней в стране объявили наивысший, красный уровень тревоги. 150 тысяч домов остались без света. Затопило свыше тысячи зданий. О том, как прошла минувшая ночь и о том, как страна справляется с последствиями, расскажет Оксана Кундеренко. Она отправилась в наиболее пострадавшие районы. Это тот случай, когда беда не постучалась в дверь, а без спроса перелилась через порог. Для одинокой пенсионерки Паулы ураган и наводнение самое страшное, что приходилось переживать. Я напугана, мой щенок напуган, весь дрожит. Не знаю, надолго ли мы в безопасности. Там на заднем дворе теперь пруд. А дом для меня это все. Это моя жизнь. Без помощи соседей женщина вряд ли бы справилась сама. Электричества нет, до магазина не дойти. Вода из подвала поднялась в жилые комнаты. С уровнем воды растет и недовольство местных жителей. До некоторых деревень ни армия, ни полиция, ни спасатели попросту не могут добраться. И не мудрено, что люди в первую очередь винят в этом государственных чиновников, а уже затем стихию. Когда дороги превратились в реки, затоплены сотни километров, в том числе и железнодорожных путей, выход один – экстремальная эвакуация. Из домов перепуганных британцев выносят на руках, садят в лодки и увозят в безопасное место. Хотя, какая тут безопасность, если погода разбушевалась не на шутку. К сожалению, все больше домов затапливает с транспортом проблемы. Так что хуже, вода или ветер? О боже мой! Упало дерево, вода поднялась до окон. Это не повод уезжать. Многие люди не желают бросать дома, опасаются мародеров. Как, например, Сэм. Его дом все еще держится, хотя пейзаж вокруг больше напоминает озеро. Хозяин обнес участок высоким забором и откачивает воду специальным насосом. Когда вода стала подбираться, сначала мы принесли мешки с песком, затем решили сделать насыпь повыше, понадобилось больше земли, и мы вызвали экскаватор. Что ж, если жилище не спасу, хотя бы прославлюсь. Паводки подмочили репутацию британского правительства. Премьер Дэвид Кэмерон уже из ограниченной поездки откладывал и в пострадавшие районы ездил. Сейчас возглавляет комитет по чрезвычайным ситуациям Кобра. Тот собирается по нескольку раз в день. Главная цель нашего совещания – оценить ущерб минувшей ночи. Особое внимание уделим долине Темзы. Ситуация еще возле одной реки. Северн уже вызывает опасения. Военные возводят песчаные дамбы, но рейки выходят из берегов. Долина Темзы почти вся ушла под воду. Уровень воды рекордный за 60 лет. И это не предел. Синоптики обещают на грядущей неделе месячную норму осадков. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Масштабная снежная буря обрушилась на Америку. В плену непогоды 22 американских штата. Есть жертвы. В Вашингтоне закрыты все государственные учреждения. Людям настоятельно рекомендуют не покидать свои дома. Последние новости сообщает наш специальный корреспондент США Надежда Германская. Снежный Армагеддон. Именно так пишет американская пресса о значительном ухудшении погоды в Южных Штатах и на северо-восточном побережье страны. Парализована столица Вашингтон. Сегодня здесь не работает ряд государственных учреждений. Закрыты школы. Власти также собираются на некоторое время прекратить работу столичной подземки. Местные телеканалы сообщают разные данные о жертвах от 10 до 13 человек. Большинство из них погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в разных частях страны. Чрезвычайное положение объявлено уже в нескольких штатах. Без электричества остались 700 тысяч домов. Парализована работа аэропорта в Вашингтоне, Атланте, Нью-Йорке и Филадельхии. 4 тысячи рейсов отменены. На дорогах из-за аварии образовались масштабные заторы. Проблемы не только из-за обильного снегопада. Трассы покрылись ледяной коркой. В штате Северная Каролина люди просто бросали свои автомобили и отправлялись домой пешком. Об этом пишут в соцсетях. Власти ряда штатов обратились с призывом к населению. Просят запастись электрогенераторами и продуктами, не покидать свои дома, а также ни в коем случае не пользоваться автомобилями. Более того, если не погода застала на работе, то лучше переночевать в офисе. Надежда Дерманская, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер, Вашингтон. В Бельгии разрешила детскую эвтаназию. Парламент, несмотря на протесты общественности, утвердил скандальный документ. Новый закон не ограничивает возраст, по достижении которого гражданин может принять решение добровольно уйти из жизни. Теперь документ отправят на подпись королю. Лишь после этого он приобретет статус закона. К бельгийскому монарху уже обратилась открытым письмом 4-летняя девочка, которая перенесла тяжелую операцию. Просит не ставить подпись под документом. Джессика Сабб родилась в 2009 году с тяжелым пороком сердца. Однако ей сделали операцию, которая спасла и жизнь. Родители девочки считают, что любая легализация детской эвтаназии создаст опасные прецеденты для других стран. Эвтаназия легализована в Бельгии уже 12 лет. И каждый год полторы тысячи человек принимают решение уйти из жизни. Этот документ просто должен расширить предыдущий закон об эвтаназии 2002 года. Независимо от возраста, каждый сможет сам решать, выбирать ли ему в случае тяжелой болезни ассистируемую смерть. Ко мне обращаются иностранные специалисты, журналисты, спрашивают, что я думаю об этом. Но никто из бельгийских политиков не интересовался мнением таких медиков, как я. В этом законе сейчас нет никакой необходимости. Абсолютно никакой. Надо лучше ухаживать за больными детьми. Седьмой день зимней Олимпиады. Сегодняшние события в Сочи. Смотрите дальше. Главная олимпийская новость последних часов. Надежда России в мужском фигурном катании. Евгений Плющенко снял свою кандидатуру с одиночных соревнований. Сказала старая травма спины. Во время тренировочного проката он исполнил прыжок, но неудачно приземлился. В свое время мама Жени подрабатывала ночной уборщицей, чтобы сын имел возможность нормально тренироваться. Парень из простой семьи покорил все ступени мировых педесталов и стал без преувеличения легендой спорта. Олимпиада в Сочи для него началась триумфально. Убедительное выступление уже на старте игр. Сборная России завоевывает золото. Евгений Плющенко показывает свою фирменную программу. Сложные прыжки и артистизм. Зарабатывает баллы. Все для команды. Я доволен своим выступлением. Все нормально, только спина немного побаливает. Но это не проблема. Главное, я принес своей команде 10 очков. Очень надеюсь, даже пальцы скрещу, что выиграю еще одно золото. На эти слова о болях в спине многие не обратили внимания. Мол, ветеран, такое бывает. Но в России о проблемах со здоровьем у Плющенко хорошо знали. Яна Рудковская, супруга спортсмена. На этих кадрах пара выступает на одном из ледовых шоу. Рудковская заявила, что Евгений вернулся на лед. Уже чудо. Шанс был один из тысячи. В феврале прошлого года в Израиле фигурист перенес сложнейшую операцию на позвоночнике. И только поддержка родных помогла восстановиться. Это очень важно, когда дети и мамы, папы, которые идут на спасение, по жизни, проходят им испытания, их операции, их боль и радуются. В России Плющенко уже национальный герой. Парень из бедной семьи из Хабаровского края воплотил в жизнь свою спортивную мечту. Трехкратный чемпион мира. Он первый выполнил каскад прыжков, который и выговорит сложно. Четверной тулуп, тройной тулуп, тройной риттбергер. Свою первую олимпийскую награду Плющенко выиграл еще в 2002-м. Серебро в Солт-Лейк-Сити. Потом золото на Олимпиаде в Турине. И снова серебро на играх в Ванкувере. Он очень хотел выступить перед соотечественниками в Сочи. И у него это получилось. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Только что в Сочи завершила церемония награждения призера вчерашнего дня по фигурному катанию. На пьедестале оказались две украинки. Но вот выступали они на соревнованиях не под синий желтым флагом. Подробнее с главной олимпийской площадки Сочи в Ласта Лазуру. Здесь, на Медлс-Плазе, где уже традиционно чествуют лучших олимпийцев, на пьедестал взошли только что две украинки. Татьяна Волосожар и Алена Савченко. Правда, здесь, в Сочи, девушки выступили не под украинскими знаменами. Татьяна Волосожар, четырехкратная украинская чемпионка, родилась в Днепропетровске. Но сейчас здесь, в Сочи, на ее честь звучит российский гимн. За Россию фигуристка выступает с 2010 года. Куда уехала, когда ее украинский партнер Станислав Морозов объявил о завершении спортивной карьеры. На Сочинской олимпиаде она каталась в паре уже с другим фигуристом Максимом Траньковым. Золото пара завоевала сразу в двух дисциплинах фигурного катания. Мы всегда поддерживаем связь с родственниками, с украинскими болельщиками. Очень много бис и им, и спасибо огромное Украине, что... Мы с Танейю всегда говорили, что мы катаемся для двух стран. Да, мы выступаем под флагом России, но Украина тоже очень важная составляющая. Таня родителей жил в Украине, и сестра живет в Украине, и много родственников. Поэтому я думаю, что это была, наверное, какая-то победа и Украины тоже. Еще одна украинка, фигуристка Алена Савченко, выступает за Германию. Сегодня она бронзовый призер. А сама родилась в Абухове, Киевской области. Дважды становилась чемпионкой Украины и даже выступала за нашу страну в 2002 году на зимних Олимпийских играх. И еще здесь состоялась совершенно уникальная церемония награждения. Во время соревнований горнолыжниц к финишу одновременно, вплоть до доли секунды, пришли сразу две спортсменки. В результате славянка Кина Маза и швейцарка Доминик Дизин вместе поднялись на пьедестал. Обе получили золото. Золото к этому организаторы оказались совершенно не готовы. И в срочном порядке пришлось доделывать из специальной формы еще одну медаль. Власта Лазур, Андрей Костюк, подробности телеканал Интер и Сочи. Сегодня в Сочи разыграли еще шесть комплектов наград. Как всегда, было интересно, интригующе и захватывающе. Боролись за медали и украинские спортсмены. Чем запомнится седьмой соревновательный день? Смотрим далее. В Сочи теплеет, да настолько, что спортсмены выходят соревноваться в форме с коротким рукавом. Как, например, с женщиной в 10-километровой лыжной гонке. Девиз Олимпиады «Жаркие зимние твои» подобран очень точно. В горах температура воздуха сегодня поднялась до 17 градусов тепла. В этой гонке участвуют спортсменки даже из экзотических. Ирана, Бахрейна и даже Тога. Но, несмотря на множество стран-участниц, все слилось в противостоянии только Юстины Ковальчик против норвежек. И ей удалось победить, преодолевая боль. Мужественная спортсменка выступает в Сочи с переломом стопы. Это моя ступня и мне решать, что делать. Я могу тренироваться, значит, могу и стартовать. Это Олимпиада здесь. Нормально выступать даже через сильную боль. К тому же врачи мне ничего не запрещают. В гонке участвовали и четыре украинки. Лучший результат показал бессменный лидер команды Валентина Шевченко. Она 24-я. Впрочем, эта дисциплина не ее конек. После медальной спячки представители США снова собирают розы пиноград. В сноуборде сразу две американки взобрались на педестал почета. Золото выиграла Кейтлин Фарлинтон. Для самоуспокоения американка пританцовала перед каждым своим выступлением. И, как видим, помогло. Почему я танцевала между попытками? Пыталась сохранять хорошее настроение и выходить на старт в хорошем расположении духа. Убеждала себя. Это обычное катание, а не соревнование. А вот в лыжном фристайле представители США и вовсе не дали шансов соперникам. Чемпионом стал Джосс Кристенсен. А рядом с ним на подиуме оказались еще два его соотечественника. Помогли американцам и соперники, которые много падали и ошибались. Бетлонисты соревновались в индивидуальной гонке на 20 километров. Золото завоевал француз Мартен Фуркан. Причем это его уже вторая победа на сочинской трассе. Эрик Лессер принес в Германии первую медаль в биатлоне. Открыли счет награды и российские биатлонисты. Герой гонки Евгений Гараничев. У него бронза. Высокий результат показал и наш Сергей Семенов. Девятое место. Не промахнись он на первой стрельбе. Были бы с медалью. Не знаю даже из-за чего был этот первый промах. Но много он решил сегодня. И впоследствии уже и бежал с ней с таким рвением. Но все равно отработал как мог. И я считаю, что гонка сегодня пришла достаточно неплохо. Жаркие, зимние, увлекательные. Уже завтра бои за медали возобновятся. Награды разыграют в лыжных дисциплинах, в горнолыжных, а также в фигурном катании. Болельщики Бетлона в предвкушении женской индивидуальной гонки. Украинки поборются за пятистал. Сергей Ружицкий, Андрей Чернышков, Сергей Ведмить. Подробности Тритана Интер. Сочи. Россия. По итогам семи соревновательных дней в медальном зачете продолжает лидировать Олимпийская сборная Германии. Семь золотых наград команды пока недосягаемы. На втором месте расположились канадцы. Третьими идут норвежцы. США и Нидерланды держатся очень близко к первой тройке. Хозяева игр россияне пока на седьмой ступеньке. Украинцы с одной бронзовой наградой делят 23-е место со сборной Великобритании. Напоминаю, закрытие Олимпиады в прямом эфире вы сможете увидеть на телеканале Интер. Не пропустите. 23 февраля в 18.00. В России скончался актер Георгий Мартынюк, более известный как следователь Павел Палыч Знаменский. Из фильма «Следствие ведут знатоки». Артист умер после длительной болезни. Ему было 74 года. Более полвека Георгий Мартынюк посвятил театру на Малой Брунной. Там сыграл около 60 ролей. Также зрителям он запомнился игрой в фильмах «Азори здесь тихий», «Метель», «Жили-были», «Старик со старухой». Прощание с артистом пройдет в понедельник, 17 февраля в помещении родного театра. Я приехал допросить вас как свидетель. Первые покорители Арктики. 80 лет назад затонул корабль «Челюскин». Участники экспедиции должны были пройти из Мурманска в Владивосток по Северному морскому пути. Судно не выдержало, но люди удивительным образом спаслись. Уникальные кадры хроники нашел наш корреспондент в Москве Вениамин Трубачев. Цветы, салюты и торжественные речи. Из Ленинграда корабль провожали в экспедицию с размахом. На борт взяли даже кинооператора. Он и снял, как пароход «Челюскин», и, дойдя несколько десятков километров до Берингового пролива, получил пробоину и ушел на дно. Одним из последних на лед выпрыгнул отец Теодора Кренкеля. Огромная, в обезь бор, зияющая дыра. Там все каюты видны, все внутренности и так далее. Ну а дальше уже дело какое. Вода стала поступать, и он носом вниз, кормой вверх, ушел под лед. Во время крушения один человек погиб. Остальные 104 путешественника остались дрейфовать на льдине посреди Чукотского моря. Среди них был даже маленький ребенок. С корабля удалось забрать стройматериалы и еду. Это и спасло людей. При минус 30 за несколько дней были построены палатки и бараки, где люди грелись. Чтобы не сойти с ума, руководитель экспедиции Отто Шмидт организовал даже курсы повышения квалификации и читал лекции. Он читал на ледяном поле лекцию по психоанализму. Он читал лекции по диагностическому материализму. Он читал лекции о математике. Он обучал немецкому языку всех желающих. То есть вот это был такой действительно коллектив коммуна такая. Внучка легендарного ученого Шмидта рассказывает, что дедушка после возвращения домой редко вспоминал ту экспедицию. Но бережно хранил одежду, в которой пришлось покорять север. Настоящая семейная реликвия вот эти рукавицы. Вот такие вот меховые рукавицы. И самое замечательное. Да, самое замечательное это пимы. Такие вот меховые сапоги. В это трудно поверить, но не снимая вот такую меховую одежду, люди прожили на льдине два месяца. Лагерь с воздуха обнаружил летчик. И началась уникальная спасательная операция. Самолеты садились на лед и эвакуировали по несколько человек. Хотя для этого не были приспособлены. Сами самолеты по своей конструкции. Ведь вы понимаете, от козырек пластмассовый. Вот пять приборов всего, да? Никакого оборудования больше нет. Летчики, переправив всех челюскинцев на берег, стали первыми, кому присвоили звание Героя Советского Союза. А вот руководители экспедиции до последнего боялись, что их расстреляют за то, что корабль утонул. Но власти смелости велись. В Москве участников экспедиции встречали как настоящих героев. Их в открытых машинах провезли по городу. Затем лично каждого поздравил Иосиф Сталин. Со временем во многих городах Советского Союза появились улицы, названные в честь путешественников. В Москве такая сохранилась до сих пор. Вот она, Челюскинская. Эта история появилась на передовицах западных газет. Многих такое необычное приключение удивило. Британский писатель Бернард Шоу даже написал. Что вы за страна? Полярную трагедию вы превратили в национальное торжество. Точнее и не скажешь. Вениамин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности. Российское бюро телеканала Интер. Москва. 46 номинаций. Самые весомые достижения и яркие телепроекты. В Украине назвали победителей 13-го телевизионного Оскара. Телетриумф. Телеканал Интер получил 6 статуэток. За какие достижения? Посмотрите. Лауреатом премии Телетриумф стала лента Богдан Ступко. Забудьте слово смерть. Это не просто документальный фильм, а яркая биография устами самого героя. Съемки картины на телеканале Интер начались за несколько лет до того, как Украина потеряла своего именитого режиссера. Таким откровенным легенду украинского кино и театра еще никто не видел. Его искреннее признание, полные любви воспоминания родных, восхищение и горечь коллег не оставили равнодушных. Этим летом зрителей впервые пригласили в святая святых, дом Богдана Сильвестровича. Еще одна победа, сразу три статуэтки Телетриумфа, лучшие видео и аудио оформление, самая креативная промо-компания. Это все заслуга создателей социального ток-шоу на Интере, касается каждого. Переплетение судеб, чувства, не подвластные обстоятельствам. Новые страсти в студии разгораются каждый будний вечер. Кто прав, кто виноват и где найти решение? Здесь откровенно говорят обо всем. Это проект, который меняет жизнь. За азарт, за поддержку спортивного интереса страны, за неповторимые трансляции и за профессиональное мнение. За все это зрители и эксперты благодарны программе «Большой бокс на Интере». Уникальный проект, позволяющий заглянуть на тренировочные базы, оценить шансы участников и увидеть эмоции спортсмена. Еще одна награда и еще одно признание страны. Лучший ведущий спортивной программы телесезона 2013 наш коллега Роман Кадемин. Вот она награда. Это заслуга очень многих людей, которые работают на телеканале Интер. А команда подробностей будет делать все, чтобы вы знали самые важные новости. Следите за развитием событий на нашем сайте подробностей.ua. А мы увидимся уже завтра в прямом эфире. Хорошего вечера и до встречи на Интере.